Афишу этого мероприятия распространили по общественным организациям, молодежным клубам, волонтерским объединениям. Прийти на открытый кинопоказ в ЦДК мог любой желающий, и таковых оказалось несколько десятков человек. Документальную киноленту под названием «Не время для героизма» демонстрировали в рамках запуска региональной премии «Герои нашего времени» под эгидой Росмолодежи, правительства Московской области, Молодой гвардии «Единой России» и движения «Волонтеры Подмосковья». Лента режиссера Аланы Цхавребовой снята совместно с «Молодой гвардией» и уже показана во многих городах России. Это документальный фильм о детях и подростках, совершивших недетские поступки. Фильм состоит из нескольких частей, в каждой из которых рассказывается история юного героя. Каждый из них, оказавшись перед лицом сложной ситуации, не испугался и совершил поступок с большой буквы. Спас жизнь другого человека. «Сегодня время собственного я», — говорит голос за кадром. «Время для счастья, любви, жизни. Кажется, что его много. Но наступает момент, когда времени нет ни на что. Земля крутится все быстрее, и мы бежим, не замечая друг друга. Время слишком драгоценно. Кому вообще нужен героизм? Кто решится делать что-то ради другого?» И тут же, вопреки этим мыслям, которые так или иначе посещают умы современных молодых людей, зритель видит реальные поступки реальных детей и подростков. Один мальчишка спас братика и сестричку из пожара. Родители уехали, дверь была на замке, и он разбил окно. «Если бы я испугался, я бы никого не вытащил», — говорит маленький герой. Другой подросток, рискуя собой, спас товарища, пораженного электрическим током с высоковольтной линией электропередачи. Третий вытащил друга, тонувшего в бурной ледяной реке. «Дело было так. Мы отпросились на улицу и задумали пойти на реку Терек. Вода была ледяная. Валера упал под лед и его стала уносить. Я крикнул. Сармат сразу подошел ко мне и начал меня вытаскивать. Первый раз не получилось. Второй попыткой я взял его за куртку и вытащил. Если бы я его не вытащил, я бы своего друга потерял. Героизм никогда не дается легко. Самый маленький герой фильма, семилетний Женя Табаков, спас сестру ценой собственной жизни. На этом заканчивается фильм. Когда включили свет, зал еще некоторое время оставался под впечатлением. Девчонки всклипывали, парни молчали, взрослые вздыхали. Равнодушных не было точно. А это значит, авторы фильма достигли своей цели. Этот фильм меня очень сильно растрогал. По мне, наверное, это заметно. Каждый человек нужен и в любой момент ты можешь кого-то спасти, кому-то помочь, спасти чью-то жизнь. И это очень важно. Героизм — это не страшно. Это нужно, но нужно не бояться. Время — это ценный ресурс жизни каждого человека, когда-то закончится. Я думаю, что главная мысль этого фильма была в том, что за всю свою жизнь надо было выполнить хотя бы один добрый поступок, который является, скорее всего, героизмом, или просто добрый поступок, способную бабушку через дорогу перевезти. Время — это, правда, важно. Его нельзя отратить попросту. Не каждый способен на это. И очень интересно, что ребенок на своем опыте маленького возраста понимает всю ответственность и смог спасти человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!